Любимый многими петрозаводчанами Зарецкий парк планирует благоустроить в несколько этапов. Сначала подрядчик отремонтирует смотровую площадку, обустроит пешеходные дорожки у скульптуры Фаван и к зданию музея Кижи. Ещё одно знаковое место – Зарецкий французский мосты – приведут в порядок. Сейчас они находятся в плачевном состоянии, горожане не раз жаловались мэру. Рабочие восстановят бетонное основание переправ, их замостят гранитной брусчаткой. Обновят и перила, при реставрации придётся снять замки, которые по доброй традиции здесь оставляют молодожёны. Однако выбрасывать их не будут, в планах сделать арт-объект. Такое знаковое и значимое для петрозаводчан место, французская так называемая аллея, она заслуживает, конечно, внимания, должна быть восстановлена, должна быть благоустроена. Проектно-смертная документация на благоустройство всей этой территории в комплексе, она есть, она есть на бумаге, она готова к реализации. Другое дело, что требует достаточных объёмов финансирования, но мы не находимся в нулевой точке на сегодняшний день. Обновление ждёт и территорию со стороны набережной Гюлинга, рядом со спортивными площадками и детским городком. Там появятся две парковки на 40 мест. Они будут расположены напротив здания МФЦ и мировых судей. Горожане говорят, сейчас мест для всех желающих припарковаться действительно не хватает. Однако людей беспокоит, что в парке вырубят деревья – берёзы, ясень и рябину. «С одной стороны, деревья сносить – это плохо, что всё-таки это красота. У нас и так почти деревья в городе не остались, либо какие-то бесхозные. А с другой стороны, здесь нужна парковка, потому что тут действительно людям сложно, кто живёт именно в этом районе. Мне кажется, им не очень удобно». «Если, конечно, деревья пересадят в какое-нибудь другое место, то это, конечно, было бы замечательно. А если совсем-то снесут, то плохо. У нас надо поддерживать, чтобы зелёный город был». «Мне парковка нужна. Не знаю, на сколько мест, но вообще надо, потому что зимой не проехать, не пройти. Ну, деревья, конечно, тоже жалко». Как пояснил глава города Владимир Любарский, деревья на месте будущих стоянок аварийные, а здоровые молодые голубые ели и рябину пересадят в Александровский сквер и на другой участок в Зарецком парке. «Обследовали конкретно каждое дерево. Предметное понимание по каждому из них есть. Первое – есть деревья, которые на сегодняшний день на территории парковки находятся аварийными, и их сохранение просто-напросто нецелесообразно. Есть деревья, значит, несколько голубых елей, к примеру, которые мы уже определили, куда их переносит». Владимир Любарский пообещал, что вместо снесённых деревьев в городе посадят новые. «Посмотреть, что и где мы можем досадить, так, чтобы оно вписалось в концепцию благоустройства этого же самого места. Надо просто в ближайшее время сформировать предметную повестку, что, где и в каком количестве будет посадить, чтобы горожане понимали». Первый этап благоустройства Зарецкого парка завершится до 30 октября.